Многих пугало даже само слово «политика». У нас же когда говорят «политика» — это что-то страшное. То сейчас происходит уже обратный процесс. Люди вдруг почувствовали себя смелыми. Человек начинает себя чувствовать человеком в этой ситуации. Но у нас остается только одно — это массовый выход людей на площадь. Но, к сожалению, власти нам другого варианта не оставляют. Вы сейчас на самоизоляции из-за коронавируса. Как ваше самочувствие? Да, я уже вторая неделя пошла на самоизоляции. Самочувствие нормальное. Вот вчера взяли у меня повторный тест, еще один. Жду результата. Какая вообще ситуация в городе с коронавирусом? На мой взгляд, ту картинку и те цифры, которые дают нам Министерство здравоохранения, оно не соответствует действительности. Потому что то, что я вижу своими глазами, немножко расходится. И те цифры, которые обсмеливаются давать некоторые врачи, они тоже немножко расходятся. Но самое главное, что это не важно, верю я или нет. То есть это вопрос веры. Важно, что сами врачи понимают, что картина, которую дает Минздрав, она не такая. А какая она в реальности? В реальности заболевших больше, гораздо больше. С тестированием не все в порядке. То есть есть тесты, которые дают реальную картину, а есть тесты, которые делают. И сами врачи комментируют, что это не значит, что этот результат такой и есть. Это касается экспресс-тестирования. Он зачастую неверный. По смертям, допустим, конечно, они стараются молчать. Я понимаю их, я понимаю, какое идет на них давление. Они стараются об этом молчать, не озвучивать. Но видно, что напряжение недостаточно. Коронавирус стал в том числе одной из причин, из-за которой люди сегодня выходят на улицы и намерены серьезно менять вектор развития страны. И вы сейчас тоже, помимо того, что блогер, вы стали пресекретарем и координатором команды Сергея Тихановского. Я сейчас поясню. Ко мне обратились, чтобы я стал пресекретарем и работал по связям с общественностью. Но я не являюсь координатором команды Сергея Тихановского. Я координатор по сбору подписей в Брестской области. То есть это ко мне еще обратился Сергей в связи с тем, что у меня есть опыт сбора подписей неоднократно. И он обратился, чтобы я помог ему с пикетами, со сбором, с организацией непосредственно сбора подписей. А как вы вообще оказались в этой команде? Совершенно случайно. Я общался с Сергеем на больше блогерские темы, на темы контента. То есть у нас такое было сугубо личное общение блогеров. Я знал, что он собирается выдвигать свою кандидатуру, но я не был уверен, это серьезно или нет. Потому что эта тема у нас немножко поднималась, но так, незначительно, абсолютно больше на уровне. Саша, мне написали подписчики, что вы выдвигайся к кандидатам в президенты. Вот на этом уровне это все было. При этом я ему сказал, что Сергей, ну подписчики часто пишут это всем блогерам, поэтому решать тебе, естественно. Но после его задержания в Гродно, значит, ну до этого он ко мне обратился, помогу ли я ему по сбору подписей в Брестской области. Я сказал, да, надо, помогу. Значит, но после его задержания ко мне уже обратились другие люди, непосредственно Светлана, и сказала, что Сергей сказал в случае его ареста, задержания, в непредвиденных каких-то обстоятельствах, чтобы она связалась со мной и обращалась ко мне за какой-то там определенной помощью. Вот она обратилась по поводу пресс-службы. Сергей Тихановский – это такой уникальный народный лидер, который в очень короткие сроки завоевал популярность. В чем, на ваш взгляд, вообще феномен вот этой популярности Тихановского? У нас, скажем, вот мы блогеры, либо политики, либо оппозиционеры, активисты, у них достаточно свой узкий круг общения, и социологии в государстве нет. Мы не знаем настроение общества. И мы не знаем, допустим, самых простых элементарных вещей, как люди относятся к выборам, как люди относятся к каким-то действиям властей, к каким-то принятию решений. И нам кажется, что общество знает это все. На самом деле, оказывается, это не так. И что сделал Тихановский? Он взял камеру, он взял микрофон и поехал к этим самым людям. То есть он обратился, естественно, у него есть на канале видео и с политиками различными и так далее. Но в итоге это все закончилось тем, что он поехал по регионам общаться с обычными людьми и выслушивать их проблемы. У этих людей голоса как такового в стране не было вообще. Их не покажут нигде, про них не напишет никто. И тут у них вдруг появилась возможность говорить о своем наболевшем. Не о политике, не о государстве в целом, не о каких-то глобальных вещах, а о своей маленькой проблеме, которая волнует его. И как оказалось, эти проблемы, они по всей стране. Это касается абсолютного большинства людей. Я думаю, что вот в этом не связана его, скажем, популярность большая, что он дал возможность людям высказываться. И еще что характерно, у нас же люди в основном на кухнях, друг с другом общаются, такие кухонные протесты. А здесь люди вдруг почувствовали себя, как мне опять же кажется, такими смелыми, такими, то есть как вот взять на камеру, показать свое лицо, высказать свое мнение. Это какая-то отдушина. Человек начинает себя чувствовать человеком в этой ситуации. Я думаю, что с этим связано. И как, на ваш взгляд, сейчас можно добиться освобождения народного блогера? На мой взгляд, мне кажется, это мощное международное давление. Это раз. Второе, это, конечно же, поддержка его подписчиков, людей, которые поддерживают Светлану, которые приходят ставить подписи. Если люди, которые пришли поставить подпись, вернее, которые поставили уже подпись, будут приходить просто в поддержку этих пикетов, просто приходить, уже зная, что подпись ставить не будут, будут благодарить волонтеров, будут общаться друг с другом, рассказывать свои какие-то там мысли и так далее. Это тоже огромная поддержка будет и для него, и властям тоже будет такой посыл, что мы не дадим его растерзать. Может быть нужна какая-то поддержка его супруги Светлане Тихановской? На сегодняшний момент она не обращалась с этой просьбой ко мне. Да, ей помогают собирать передачи для Сергея. Она передает их практически каждый день, наверное, насколько я знаю, относит. Есть какие-то там бытовые моменты, но это все решается в узком кругу. Ну а дальше, если что-то будет, то, естественно, мы это будем озвучивать. Блогеры вообще новое уникальное явление для Беларуси. По сути, вы во многом заменили независимых журналистов, которые в Беларуси работают с серьезной цензурой, чего скрывать, и самоцензурой. Почему вот вы решили стать таким глашатаем свободы? Я не знаю, если честно. Ну так получилось, наверное. То есть, на самом деле, я в оппозиции достаточно давно. То есть, я член партии, Объединенной гражданской партии. Я туда вступил, потому что мне не нравилось, что происходит вокруг, и я решил что-то попытаться поменять, что-то, ну хоть что-то сделать, потому что мне это не нравится. Вот. Не просто сидеть, смотреть, слушать. И все мои попытки, в принципе, ну они ни к чему не приводили, по большому счету. То есть, да, можно было получить какие-то знания, да, можно было пообщаться с умными людьми, там и так далее. Но чтобы поменять что-то вокруг, ну не получалось. Вот. И тут получилось так, что вот начали работать на YouTube-канале, начали создавать какие-то ролики, начали показывать какие-то вещи. Вот. И тут пришло понимание, что это сейчас то, что нужно. Вот именно это. То есть, работать с людьми, показывать им, открывать им глаза. Вот. Менять их мировоззрение, выводить их с их маленького мира, в котором они живут, с их кухни, там, с их работы. Вот. Вот шел он на работу, пообщался там с тремя людьми и вернулся домой. Все. И у него круг замкнул. Вот. И мы приняли решение, что надо как-то расширять вот эту нашу аудиторию, работать, показывать, общаться с людьми, делать какие-то там, скажем, расследования определенные, когда у нас есть информация. Вот. Ну и вот это так и началось. Но люди поддерживают вас? Узнаваемость, да. Узнаваемость есть. Узнают не только в Бресте, узнают в других городах. Поддерживают, подходят, жмут руку, благодарят. Ну, такая поддержка, да. Я понимаю, что люди, которые, ну, опять же, это наши подписчики, которые нас смотрят. Это не значит, что мы идем по улице и везде нам сыпят цветы под ноги. Нет, абсолютно не так. Но часто случается, что подходят люди, делают селфи, общаются, что-то советуют, что-то рассказывают. В таком плане поддержка есть, да. Брест – один вообще из самых революционных городов Беларуси. Несколько лет там не утихают протесты из аккумуляторного завода. Какая там сейчас ситуация накануне так называемых президентских выборов? Протесты не прекращены. Люди каждое воскресенье выходят на уже знаменитое, наверное, кормление голубей. Вот, значит, сейчас идут, скажем так, ну, я бы не назвал это переговорами, там же сменился собственник. Появились другие собственники. И они пытаются, ну, на мой взгляд, они, с одной стороны, пытаются начать какой-то диалог с общественностью. Вот, пустили на завод, начали показывать документы. Ну, а с другой стороны, я прекрасно понимаю, что их задача – это запустить данное производство, потому что они в него вложили финансовые средства. Но, на мой взгляд, если бы не площадь, если бы не эти протесты, если бы вот эти два с половиной года не прошло, то этого диалога бы, который сейчас, есть такие зародыши этого диалога, этого бы диалога не произошло. То есть, опять же, вот, опять же, вот наша система, как работает. Людям приходится для того, чтобы что-то доказать и чего-то добиться, выходить на площадь. Не идти в кабинет чиновника и там решать эти вопросы, не идти в суд и решать там эти вопросы. Вот, а людям приходится идти под штрафы, под сутки, для того, чтобы добиться своего права жить в чистом городе, дышать чистым воздухом. Ну, это же ненормальная ситуация. Ну, сейчас у людей есть понимание, что если мы решим одну проблему, уберем диктатора, мы решим, в общем-то, все остальные свои проблемы? Вы знаете, многие, когда начинался протест, вот я так анализирую, да, многие люди очень сильно дистанцировались от политики. И когда, и очень многие говорили, что наш протест чисто экологический, чисто экологический. Значит, мы в политику не лезем, нас не интересуют вообще вот эти моменты. И при попытке объяснить, что это же все и есть политика, это же все зависит от руководства страны, от руководства региона. Многие вещи зависят как раз от политической, ну, скажем, линии, да, партии и правительства. Люди этого не понимали изначально, ну, и плюс многих пугало даже само слово политика. У нас же, когда говорят политика, это что-то страшное, это явление для абсолютного большинства людей. Вот за эти 26 лет власти вот этого добивались, и результат налицо. Вот, то сейчас происходит уже обратный процесс. И на это очень сильно повлияли так называемые парламентские выборы, когда инициативная группа против строительства завода выдвигала своих кандидатов в парламент. И люди вдруг, совершенно случайно, увидели, как это происходит. Люди абсолютно не политизированные, никогда не участвовавшие в этих процессах. Они увидели, и у них был шок, как это вообще происходит, и что происходит на этих участках, в этих комиссиях. И сейчас в связи, допустим, с задержанием Сергея, в связи с тем, как происходит вообще компания по сбору подписей за Светланом Тихановским, у многих мозги прочистились очень сильно. Очень сильно. И даже те были те люди, которые поддерживали действующую власть и говорили, что можно все решить в суде, можно все решить чиновникам. Сами чиновники, сами действующие власти, не подозревая того, сделали из них оппозиционеров. Сейчас десятки тысяч человек продолжают выходить на улицы и подписываться за Светлану Тихановскую. И что бы вы вообще сказали бы людям, какой следующий шаг им стоит сделать после того, как они уже поставили подпись? Во-первых, я бы поддержал... Пришел бы на пикеты не только Светланы, я бы поддержал и другие пикеты. То есть не каждый поддерживает Светлану Тихановскую, надо это понимать. Но многие, большинство людей за перемены в стране. И каждый человек может прийти и поддержать пикеты тех кандидатов, которые выступают за эти перемены, выступают за то, чтобы Лукашенко больше не было у власти. Значит, прийти на совместные пикеты, очень многие пикеты совместные. Допустим, опять же, в воскресенье люди, которые уже поставили подпись, которые уже, скажем так, определились, они могут в знак поддержки данных кандидатов прийти и найти пикеты. Значит, они могут в знак поддержки Сергея Тихановского прийти и найти пикеты. Они могут пообщаться с членами инициативной группы. Ну, так как кампания по сбору подписей уже заканчивается, скажем, подойти, поблагодарить их за работу. Ребятам это тоже будет очень важно, что подходят люди просто без подписи, без ничего и говорят им спасибо большое, потому что вы работаете под этим грузом постоянным, под репрессиями, но вы все-таки это делаете. Просто прийти и поблагодарить. Ну, а как мы поменяем власть? На членственные выборы при Лукашенко рассчитывать не приходится. Я прекрасно понимаю, как будут сформированы участковые комиссии. Ну, посмотрим еще. Я уверен, что опять будут те же самые отказы, что люди не имеют опыта, понимаете. То есть у нас, получается, только те, кто в Лукашенко команду входит, только они имеют опыт. Остальные все у нас безграмотные, не умеют считать, не видят таких, не умеют протоколы заполнять. Я понимаю это, что будет происходить. Как с этим бороться? Ну, во-первых, на мой взгляд, нужно максимально большое количество людей, которые подадут все-таки списки участковой комиссии. Когда раньше подавало, допустим, 2-3 тысячи человек на страну, чтобы зарегистрировали в участковых комиссиях, это один момент. Когда, вы представьте себе на секунду, когда таких людей будет 100 тысяч, 150, и власти вдруг всем откажут, ну, это будут, во-первых, показатели, опять же, для людей, во-вторых, ну, выборы уже, можно считать, закончились, если этих людей не пускают. Конечно же, какие решения будут принимать штабы Бабарыка и Цепкало, это их решение. А непосредственно, если брать уже ближе к голосованию, когда уже на участки пойдут люди, ну, у нас остается только одно, это массовый выход людей на площади. Но, к сожалению, власти нам другого варианта не оставляют. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова